Демонстрация силы Сибы, человека, который в своё время сражался в войне с Эйдэй. И то, что он показал в этой главе, эта жестокость просто поражает. Кьёра раскрывает тайну семьи Сазанами. Неужели Хакури является сильнейшим магом этого клана? Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, чтобы читать свою любимую мангу, мангу, маньхуа, вы сможете на rimango.org. Здарова, ребятки-анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. В прошлой главе Тихиро, используя технику Шред, расщепление катана рассекающего облака, смог прорваться сквозь плотную древесную преграду главы Хисяку. Тем самым сумим оторваться от противника, которая в свою очередь настигла обладательница огненной кости. Насмешливо заявив, что тебя бросили? Ну, хочешь, я тебя утешу. Этот момент настолько мемный и крутой, что мне уж обидно стало, что нам не покажут дальнейшее развитие их противостояния. Ведь антагонист уже достиг того, чего хотел, своим появлением раздув пламя ненависти в главном герое. А остальную работу он оставляет на кланце за нами, задачей которых является защищать аукцион Ракудзачи. По итогу покинув это место с помощью пламени Хисяку. Жаль, конечно, что нам таки не дали хоть малейшую затравочку о магии противника. Так что пока личность и сила, возможно, главного антагониста Кагура Бачи все еще останется в тайне. Но этот персонаж своими действиями еще сыграет в Ракудзачи, о чем мы узнаем уже в этой главе. Также хочу ответить на один из комментариев под видосом прошлой главы, по типу того, что нам уже показали магические способности главы Хисяку. А я говорю, что до сих пор не продемонстрировали. Просто прикол в том, что первый Хисяку, которого мы увидели, показал точно такие же магические способности, что с древом, что с огненной телепортацией. И, как я думаю, это могут, скорее всего, все в этой организации черных магов. Так что это никак не может быть личным магическим атрибутом. Только главарь Хисяку заговорил о задаче клана Сазанами перед своим уходом, как Хиюки тут же явились маги этого клана. И они были готовы ликвидировать любого, кто намеревался помешать проведению Ракудзачи. Даже если этот кто-то был человеком из правительства, как она. Кагари же была несколько расстроена, что новые противники не были тем самым элитным отрядом Тоу. Но по их виду, она предположила, что они явно были не слабой ветви рода Сазанами. Так что бой, скорее всего, для Хиюки будет не такой скучный, как с предыдущими статистами. Также эта глава более подробно раскрывает прошлое из семьи Сазанами. Оказывается, Хакори был не единственным младшим ребенком Кьёры. Один из его братьев из отряда Тоу, Тенри, вероятно, был его ровесником. Их обоих отец воспитывал как особенных, ведь, будучи членами рода Сазанами, их ожидало великое будущее. Им было суждено управлять страстью и ценностью людей, пришедших на Ракудзачи. Кьёра возлагал большие надежды на Хакори и Тенри, что они смогут добиться места в элитном отряде Тоу, продолжив многолетнюю традицию клана Сазанами. А именно, защиты проведения Ракудзачи, уничтожая всех, кто пытался помешать проведению аукциона, который никто и никак не смог сорвать уже многие годы. Поскольку только они достойны находиться на этой сцене, ведь они особенные и только Сазанами достойны стоять на вершине. После чего, указав нам особенность и могущественность элитного отряда Тоу, мы видим, как всех оставшихся членов отряда полностью одолели. И разгромил их один маг, одержав безоговорочную победу даже над Тенри, сильнейшим из этого отряда. Так что тот фрейм, где он буквально сжет убеждения сына Кьёры о том, что он особенный, выглядит как полное уничтожение факта их несокрушимости. К тому же, почти все эти разрушения устроил именно Сиба, что можно увидеть по траектории и последствиям удара, нанесенному одному из магов Тоу. Так мало того, что результат битвы с ним уже выглядит шокирующим и устрашающим, так и еще, для того, чтобы получить информацию по поводу, как открыть дверь в Нагину Джо Энн, Сиба, как всегда, не прочь проявить жестокость и через боль выдавить из противника желаемое. Говорят Тенри, что если он не скажет, как открыть эту дверь, тогда его глаза станут для него пепельницей, об которой он потушит свою сигарету. И эта жестокость даже бросает в дрожь, вот на что способен человек, прошедший войну с Эйтей. А ведь Тенри такой же юноша, как и Хакури, пока, конечно, неизвестно, были ли эти двое совершеннолетними, но, как видим, даже это не останавливает Сибу, когда дело очень серьезное. Однако Тенри не выдавал тайны своего клана даже в такой ситуации. И вспоминая прошлое, нам раскрывается истинная причина, почему и как в таком юном возрасте он смог стать сильнейшим в отряде Тоу. И все дело было в том, что Хакури вовсе не проявлял желание попасть в Тоу, да и магию он толком не мог использовать. А из-за возложенного на них долгой защиты уставов семьи, Тенри тренировался за двоих и достиг того уровня, когда он в одиночку смог разгромить отступившую фракцию клана Сазанами. Все для того, чтобы затмить позор отца, что Хакури, его родной сын, оказался никудышним магом в семье выдающихся чародеев. А так как он не хотел подводить своего отца, Тенри взял одну вещицу, которую Кьори передал тот самый глава Хисяку. Этот предмет, по его словам, был наследием Соджу Геничи, созданный за время его исследования по созданию магических катан. Он способный на время наделить своего пользователя силой, не уступающей магическим катанам. Однако высвобождаемый поток духовной энергии от этой штуки настолько огромен, что тело того, кто его использует, просто не выдержит и придет, скорее всего, к тому же концу, как и было самим Соджу. Кьори был готов принять угрозу жизни своему сыну ради достижения нерушимости Ракудзеичи, говоря, чтобы Тенри защищал их наследие до самой смерти. После чего, использовав этот предмет, Магатоу переполнилась сила, даже повреждения, полученные до этого, полностью исцелились. По словам Сибы, эта аура духовной энергии была в точности как с проявлением силы магической катаны, и ее всплеск был настолько мощный, что это ощутил даже главный герой. Тихиро сразу понял, что это должно быть связано с проделками главы Хисяку, и он хотел как можно скорее отправиться к себе на помощь. Но тут на ноги встает Цоя, заявивший, что убьет его. Ракухиро уже готовился сражаться, однако Хакури заявляет, что разберется с ним, ведь у катаны Рассекающего Облака осталось всего лишь несколько применений, и, по его мнению, будет лучше, если главный герой привержет эту силу для действительно серьезного противника. После чего, рассказчик объясняет нам, что после того, как предубеждения Хакури были разрушены, его талант наконец-то начал раскрываться. И выдающаяся кровь клана Сазанами постепенно давала о себе знать, ускоряя расцвет его силы. Что же, ребятки, эта глава была чертовски хороша. Нас ожидают два очень крутых сражения. Первое, это бой Сибы с действительно сильнейшим магом отряда Тоу, который, скорее всего, наконец-то покажут, а не так, чтобы он был где-то за кадром. И второе, это бой Хакури, сила которого, вероятно, будет на уровне Стэнри против старшего брата Сои. Что же, будем тогда с нетерпением ожидать следующую главу, как в Рабачи. И также не забывайте, что представить свою любимую мангу, и не только, вы сможете на rimango.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok